Итак, ну что ж, Ария Рума и маленькие любители покушать, и это всеми любимая факторочка с невероятно классным модом Кроссторио 2. Мы остановились, по-моему, на том, что сделали с вами нормальную энергетику. Сейчас, я думаю, у нас в ближайшее время прослата не ожидается, и сейчас нам нужно целиком и полностью выходить на производство стали. А для того, чтобы производить стали, как ни странно, нам нужен дерево и уголь. Уголь у нас есть, дерево, в принципе, сделать мы можем, нам нужно лишь определиться с местом, где мы эту коксовую ситуацию могли бы делать. Я думаю, что вот это место подойдет как нельзя лучше, как раз у нас здесь есть и уголь, и все на свете. Сейчас же мне нужно будет произвести небольшие расчеты, и 10 теплиц нам смогут обеспечить 18 печек, а это как раз половина этого самого конвейера. Теплицы у нас поставились на крафт, сейчас они у нас будут доделываться, и будет у нас все невероятно классно. И самым красивым образом, конечно, у нас столбы здесь стоят, главное, чтобы стояли в принципе. И сейчас нужно, это по идее, мне объединить эту вот линию с вот этой линией. Так делать, конечно, не нужно, но если очень хочется, то почему бы и нет. И, как я помню, у нас здесь 18 печек должно стоять, то есть по 9 штучек с каждой стороны. Еще нужно докрафтить парочку, и сейчас у нас все это успешно поставится. Вот, по идее, у нас теперь есть ряд печек. Я не стал заморачиваться особо, ведь именно такое расположение печей позволит нам их снабжать углем для кокса, и углем для переплавки. Теперь мы здесь, получается, кокс обозначаем как вид получаемой продукции, и теперь у нас должно все это нормально крафтиться, производиться. И пока что давайте здесь вот минимальным образом все это пусть складируется, не знаю, в сундучок какой-нибудь, пускай даже и деревянный. Сейчас мои маленькие придурки достроят все нормально, и кокс у нас, получается, пошел производиться в автомате. Теперь мне нужно производство железа сюда подключить таким образом, чтобы железо шло на пережарку в сталь, потому что сталь требует 10 пластин и 2 кокса. Прежде чем делать производство стали, я хотел бы запустить хотя бы небольшое производство наших обычных каменных блоков. Хотя бы просто в полуавтоматическом режиме, насколько мы сможем себе это позволить. Чисто, чтобы просто это у нас было. Но это будет, конечно, потом, но все-таки они мне понадобятся. Пусть лучше я заимею хотя бы маленькое количество их на будущее, что пошло у нас производиться. И нужно подумать, что будем делать мы с железом. В идее я могу еще один ряд, вот так, чтобы они мне делали стальные плиты. Давайте их пока разместим, хотя бы в таком масштабе. Только для того, чтобы это временное вариантом производила мне стали. Только для этого. И опять-таки повторяюсь, вот этот все железо у нас будет только как временное решение. И отсюда вот это все производство переедет. Сейчас у нас главное, что железо пошло. Сейчас будут, конечно, небольшие у нас макароны на базе. Но главное сейчас это все пережить. Пережить таким образом, чтобы мы с вами дожили до производства железных дорог. Так, теперь же мне нужно сделать вот здесь вот переплавку, получается, стали. Предлагаю все вот это вот наше дело топить коксом. Давай сейчас сделаем, а дальше посмотрим. Временно пока что я здесь это размещу. Никогда я еще таких макарон, конечно, не делал. Ну ладно. Сколько я помню, у нас там нужно два к одному. То есть так много печек нам здесь не понадобится. И вот где-то половину этого всего нам нужно непотребство убрать. А зачем я делаю это производство здесь, возле кокса, если можно просто кокс сюда? Кто-нибудь скажет? Кто-нибудь скажет? Если посчитать по фабрикам, нам нужно ровно половина вот этого вот конвейера, для того, чтобы полностью хватало на наше производство кокса. Если я все правильно понимаю, если я все правильно посчитал, конечно, то вот это вот количество печей нам будут производить ровно половину вот этого железного конвейера. Сейчас мне останется сюда, по идее, только кокс произвести. Ставлю я сюда, получается, выход кокса. У нас из сундука он идет, идет по конвейеру, идет к этим печам. Ставим пока что здесь железный сундук, но я думаю, у нас нормально все пойдет дальше. И пока что это выведется у нас на вот эту вот шину. Да, тупо. Да, топорно. Но я думаю, все нормально будет. Главное нам дожить до поездов. Вагон-цистерна. Вот они, получается, логистика второго уровня. А после логистики у нас скрываются наши поезда. Все у нас есть микросхемы для того, чтобы их изучить. Нам, по идее, на производство поездов будет не хватать только двигателей, потому что мы их пока что не производим, и железных дорог. А вот как раз для железных дорог нам и понадобится вот эта вот гора стали. Все, она у нас пошла производиться. Значит, вот это вот производство у нас скоро апгрейдится. Вот это производство скоро апгрейдится. Нам нужно по-хорошему начать защищать нашу базу Потому что скоро вот эти вот кусаки будут к нам приходить И, пожалуй, я хочу начать производить патроны Это же уголь, железо и медь Я отвлёкся, блин Вот отвлёкся на секундочку буквально Кусаки уже атакуют Где? Кто жрёт? Ах, вы твари! У вас ещё так много здесь? В идее, откуда-то они отсюда пришли Вот эти вот, скорее всего, кусаки Ну, здесь вот две турели, хватит мне за кусать С другой стороны Ах, на пар напали! Ах, вы заразы! Со всех сторон атакуют Да, точно, мне нужно делать оборонку Так, это, по идее, вот отсюда вот пришли кустаки Вот здесь вот, бам, турель Бам, турель И по чуть-чуть мы сюда засунули А я, в свою очередь, смогу производить патрончики В очень хорошем и приемлемом масштабе Продолжаю я тут модернизацию угля нашего Таким образом, что вся эта жила добывается в один большой сундук Для того, чтобы все линии пустить в него А из него уже выпускать полностью линии И вот этот вот клад, который у нас здесь есть Выступает в роли гигантского балансира И здесь я уже начинаю новую практику новых столбов Которые успешно у нас будут работать в дальнейшем Вся вот эта вот линия запитана и успешно работает Правда, немножко угля нам не хватает Ну, ладно, я думаю, это у нас устаканится все И получается все, где нам угля не хватало А именно на медянке, на железе и на вот этих вот предприятиях У нас должно все нормально сейчас работать Теперь мы уже, кстати, между прочим, можем крафтить рельсы А для них нужно стояное, как сталь, немножечко камня Камень у меня, как мы можем помнить, добывается даже более чем успешно Сталь у нас тоже есть более чем успешно добывающаяся Мы можем, в принципе, начинать потихонечку это делать Я думаю, почему бы и нет Я сейчас произвел небольшие расчеты И получается на один завод, производящий рельсы Нам нужны аж 4 завода Которые будут производить вот эти вот стальные балки Но это, блин, жирно, жирно получается очень Предлагаю производство вот этих вот Вывести вот сюда, вот здесь у нас есть большое пространство Получается, камень у меня отсюда пошел Идет, идет, идет Он прям вот до разрушенного корабля И приходит он вот сюда Получается, здесь у нас крафтятся стальные балки Эти стальные балки будут вот таким вот образом отсюда забираться И помещается это все у нас успешным образом вот сюда Хорошо, уже какой-никакой Замечательный прогресс у нас налицо Теперь же я хочу вывести хотя бы одну линию Вот такую вот для нашей стали Чисто для того, чтобы вывести ее на мол Иметь возможность хотя бы в маленьких масштабах что-то крафтить Не на постоянку Просто для того, чтобы она была И нужно как-то придумать, как ее сюда вот вывести Далее пошла у нас, получается, на мол Ложится она, получается, на одну вот эту вот нижнюю линию конвейеров наших Пока то, что будет на следующей линии, я не знаю Но главное, что у нас теперь три вместо двух линий Будут забиты каким-то ресурсом Здесь пока что вот эта вот фигня стоит Временная Я думаю, что с ними тоже что-нибудь придумаю, что сделать Но пока что не будем Мне нужно производить, начинать вот эти вот быстрые манипуляторы Для того, чтобы их производить, нам не хватает только стали А экспорт, получается, продукта нашего будут выходить вот в этот сучок Который я ограничу до одного стака Сучок сейчас крафтится Здесь мы сейчас сделаем вот такой вот манипулятор И они у нас начали производиться Теперь же мне нужно вернуть сюда буры Примерно каким-то таким образом у нас дальше по молу Я просто его продлил Будут размещаться наши столбы Последнее, что я хотел бы сейчас пустить в мол Это будет производство вот этих двигателей По сути, они очень сильно просто крафтятся И вот здесь вот на моле они у нас будут для общего пользования Я в курсе, что двигатели при таком варианте будут очень медленно крафтиться Но мне не нужно, чтобы они быстро крафтились Мне нужно, чтобы они в принципе где-то были Это все то, что мне от них требуется Столбы и лэп у нас замечательные есть Буры есть, у нас все есть И мы можем пойти с вами делать железные дороги Сейчас я хочу наметить, как у нас будут происходить наши железные дороги С помощью чего у нас будут уходить пространства наши Работать, оптимизироваться и все на свете Вот как-то так у нас пойдут железные дороги Они у нас будут строиться одна через три Сейчас нужно по карте просто это все разметить Я думаю, по-хорошему нужно начинать строительство каких-то станций Давайте начнем И потом нужно будет нам получается сбегать на базу Для того, чтобы крафтить тебе первый локомотив получается У меня уже есть чертежи И получается вот он кольцо Которое здесь будет у нас первым делом размещено Грончики пошли у нас делать Если я ничего не путаю, вот это вот кольцо, которое я взял из базы чертежей Оно должно быть для правостороннего движения И у нас ничего с ним не должно быть перепутано и переделано Сейчас я хочу сделать, наверное, первую станцию Зумбы нет У нас ресурсы для этого есть Рельсы у нас есть Но остальное у нас успешно скрафтится Так, а станция по разгрузке у нас будет выглядеть вот таким вот образом Она будет пока что здесь одна У нас получается здесь будут стоять сундучки А из сундучков благодаря вот этим вот разгрузчикам У меня их мало, поэтому пока что вот так вот Будут выходить предметы Выходить они будут в единый, получается, наш склад А из склада уже будут выходить в разные стороны На, допустим, переплавку, пережарку, переделку и все прочее остальное А тем временем у нас, в принципе, скрафтилось достаточное количество двигателей на наш первый поезд Успешно Значит, мы первый поезд с вами будем крафтить И первые поезда у нас будут ходить Пока я сюда бежал, я начал крафтить остальные печки потихоньку Потому что я здесь уже хочу начать организовывать момент по производству и пережарке железа Для этого я здесь станцию немножечко перенес сюда Потому что здесь, скорее всего, у нас будет либо медь, либо камень Потому что вот это все-таки камень, который нужно как-то пережаривать И его нужно тоже как-то обработать Камень понадобится в любых масштабах и в любом случае Пока я здесь делаю станцию Называю ее дом-железо Она будет не в единственном экземпляре Потому что есть еще у нас железо-дом-2 Которое будет, скорее всего, отвечать за сталь Получается, локомотив наш мы успешно сюда ставим Загружаем его Давайте пока что столбами топить будем его Это не принципиально пока что чем мы его будем топить В любом случае, локомотив на уголь мы обязательно кинем Главное, что мы сейчас сделаем, это станцию разгрузки По-хорошему здесь ставить пакетники Для того, чтобы это все быстрее у нас разгружалось Но пакетников у нас нету Я что-то, конечно, пробовал мудрить, что-то придумывать Но в итоге вернулся к вот такому вот варианту Где у нас выгрузка происходит в вот такие вот средние контейнеры И все это поступает главным образом в буфер Буфер, я думаю, у нас будет здесь не один, а хотя бы две штучки Давайте сразу сделаем еще один буфер Здесь на всякий случай Чтобы поезд постоянно циркулировал И пережарка постоянно шла ПКД То есть без перерыва Сразу ставлю я себе здесь еще одну станцию На этот раз эта станция у нас будет для угля Потому что для пережарки по-любому угли понадобится И угли отсюда в любом варианте Хотя бы для поездов, как топливо Думаю, буфер еще один будет располагаться именно таким вот образом Возможно, я здесь еще себе размещу Сколько мне позволит пространство Я сомневаюсь, что в принципе это понадобится Я полностью уверен, что можно начинать с вами производство Здесь вот производственных массивов по железу Для этого нужно расчет произвести У нас уже фабрики необычные А у нас уже вот такие вот полноценные стальные печи Поэтому придется пересчитать 12 стальных печей нужно, чтобы пережаривать Полностью забитую линию Одну, по крайней мере, полностью забитую линию конвейеров Я думаю, что вот таким вот массивом То есть параллельно друг к другу Они вот так вот вниз у нас успешно пойдут По идее, как-то так вот Очень маленько Будет располагаться у нас вот эти вот печки Пока у нас не появится новых конвейеров в больших объемах Главное, чтобы это все в принципе у нас начало производиться Нужно бы поставить вот этих вот массивов побольше здесь Но мы не сможем этого сделать Потому что у нас, во-первых, нету сырья И, во-вторых, нету топлива Я думаю, что в любом случае первый поезд Нам нужно будет в любом случае пускать на уголь Поэтому этот поезд мы успешно разбираем И идем сюда делать станцию на уголь Кстати, уголь у нас здесь есть недалеко И, в принципе, его мы и можем с вами добывать Станция это уголь, дом, один Угля тут не так много, конечно, потребуется Но, тем не менее, он все-таки нужен Тем не менее, он все-таки потребуется Также мы с вами сделаем Пока что кольцо здесь Оно обязательно отсюда переедет, это кольцо Но пока что его необходимо разместить Для того, чтобы поезда имели способ передвигаться Мы садимся в поезд И делаем наши, получается, первые шажки В этом нелегком мире поездостроения Прибыл я на место, где у нас, по идее, должен добываться наш уголь Сейчас я должен здесь организовать Какую-никакую станцию по его добыче Она хоть и будет похожа на станцию разгрузки Но, тем не менее, будет очень сильно отличаться Падлы, а? Вот не успел я достроить Буквально вот на полчасика Отлегся для того, чтобы все это построить Дело Жрут, поглядите на них Жрут Бессовестно жрут И много чего поели еще при этом Наша база По добыче, допустим, угля или любого другого Будет состоять из обороны Куда вы еще? Блин, я даже договорить не успел А вы уже атакуете Ну, я там везде турели поставил Вот где вы умудрились пролезть Станция у нас будет выглядеть вот таким вот образом Она будет основана у нас на логике Но на очень банальной и простой логике Я думаю, всем будет очень сильно это все понятно У нас станция будет называться, допустим, в честь руды Которую мы добываем То есть уголь, добыча и все станции по добыче угля Будут называться именно так, с одним названием Все потому, что регулируются они будут логикой И поезд у нас будет отправляться только на станцию Если на ней есть уже добытый ресурс То есть по нашей логике Я должен туда впускать поезд Если, допустим, здесь есть угля В каждой из этих, вот этих, получается, складов Восемь тысяч единиц Если же нету, то станция будет неактивна То есть если угля больше восьми тысяч На выход подается красный сигнал А здесь мы должны сделать логическое условие Включение, если красный сигнал равен Четырем Сейчас, по идее, ты будешь выключена Вот она, красным помечено, значит выключена Это очень-очень хорошо Все Я надеюсь, я здесь все правильно сделал И нигде я не ошибся Теперь я должен, получается, назначить так Чтобы все это у нас загружалось в наш склад балансировки А уже из него, получается, идет равное количество угла На все четыре вот этих вот наших малых, так называемых, склада С углем мы разобрались Он у нас добывается Надеюсь, турели здесь нормально всю площадь покрывают Нормально будут вести огонь в случае появления кусок Столбам уже даже электричество у нас подведено И сейчас мне нужно заделать трассу, которая у нас идет на базу Так, теперь я должен зайти, по идее, в наш поезд Добавить ему уголь добыча Полная погрузка И уголь дом 1 Полная разгрузка Сейчас он бы отправился у нас на уголь дом 1 Если бы у него было топливо Но топлива у него нет Поэтому он стоит у нас там и нервно курит в сторонке Так вот, я не договорил у нас с вами по поводу станций Примерно так будут выглядеть у нас все станции Если у нас поезд, который здесь, понимая то, что у него все ресурсы закончились Он будет руководствоваться логикой, что ему нужно поехать на станцию, где есть ресурс Он смотрит на первую станцию Ага, здесь недостаточно в сундуках И зачем ему просто здесь простаивать? Он поедет на вторую станцию Он на второй станции также будет смотреть, проверять Хватит ли у него ресурса или не хватит Если не хватит, поедет на третью, на четвертую и так далее Мы можем этих станций доделать до бесконечности И у нас поезд будет до бесконечности по ним циркулировать Вплоть до тех пор, пока у нас постоянно не будут дома Достаточное количество ресурсов, чтобы мы в этом не нуждались Мы сейчас поедем пока что на дом 1 И попробуем разгрузить хотя бы вот такое вот количество Поезд у нас очень-очень медленный, прям нерасторопный Но со временем это нормально все будет Замечательно, у нас уголь пошел складироваться Складируется он неравномерно, блин Но это все потому, что у нас не хватает ресурсов Так как ни странно Кстати, насчет поездов Нам в любом случае, я думаю, потребуется их заправка Заправляться они будут, ну, очень тупо, конечно Ну, хотя бы так Допустим, у нас вот уголь, который добывается здесь Идет вот сюда, вот разваивается Вот здесь вот уголь пойдет на вот этот поезд И дальше поезда А вот этот уголь, который идет сюда Вот пойдет на этот поезд, на этот поезд Который будет сюда происходить И дальше, 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 дальше Так, пока я собирался туда бежать Я разметил примерно, примерно, опять-таки повторяюсь Как будут у нас располагаться Переплавочные цеха То есть вот они все шесть Которые здесь будут Потому что здесь вот всего шесть выходов Соответственно, здесь всего шесть Двеньев для переплавки Я, наверное, шестью сразу переборщил, конечно Хотя бы нам вот эти вот три построить И уже будет хорошо Главное, что мы с вами сейчас произвели локомотив Хотя бы один Пусть он у нас немножечко заправился, конечно И отправляемся мы с вами прямиком мочить жуков А, ну, кстати, вот, в принципе, весь улей мы зачистим Тут есть еще один небольшой улей Сейчас мы его тоже зачистим Ну, посмотрите, я просто ставлю турель на уровне поражения этих плевак И турели успешно этих плевак убивают Все, супер О, нету этих жуков Не было Нету и не было этих жуков кабуток Ну, идеально Нужно сделать здесь разгрузочную станцию еще одну Я не знаю, к сожалению, что там у меня есть ближе Дальше и так далее Поэтому мне, наверное, сейчас придется радарчик здесь поставить Разведывать здесь территорию И по-хорошему нужно здесь парочку турелей также оставить Которые смогли в случае чего прикрыть нам вместе с нашими придурчиками Задницу Крупнокалиберная винтовка А это интересно Это может очень-очень-очень сильно нам помочь Боеприпасы, кстати, на нее достаточно легко крафтятся У меня очень маленькое количество буров, которые я сюда взял с собой Да и, в принципе, наверное, я припасов с собой мало взял Нужно будет сейчас бежать на базу для того, чтобы их восполнить Я думаю, что этим я займусь за кадром И просто буду за кадром отличить количество вот этих вот буров, небуров и всего на свете Для того, чтобы уже в следующей серии мы могли планомерно начинать дальнейшее развитие Ведь проекты по добыче Я уже, в принципе, показал на примере угля И здесь не будет ничего интересного Наверное, за исключением того факта, что мне здесь придется Какую-никакую все-таки оборону налаживать Но, тем не менее, это, я думаю, все Уже продолжится в следующей серии Ну, а пока на этом все Всем спасибо, что смотрели У микрофона был, как всегда Ваш покорный слугам Амору Еще услышимся Субтитры сделал DimaTorzok